Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Лея Хиджакова, еще раз повторюсь, коридоры ее мышления, они неведомы, по-моему, уже никому. Они очень плотно заставлены шкафами, телевизорами, старыми холодильниками. Просвета там практически не видно. Ее все заявления, они, конечно, просто фантастические абсолютно. На фоне особенно фотографий с иноагентами в Израиле поражает, что она в России. Ну, это ладно. Поражает, что, собственно говоря, она готовится к суду, как вроде пишут в СМИ, если верить в СМИ. Она заявила это в YouTube-шоу о том, что она готовится в СМИ по госизмене за поддержку той стороны. Напомню, кстати говоря, что она обратилась в Следственный комитет, ибо от ее имени кто-то насоздавал аккаунты в соцсетях и писал всякие там провокационные заявления, которые СМИ брали. Оказалось, что она их не делала. Но, тем не менее, я видел, и вы видели наверняка видео, где она делает эти провокационные заявления. Может быть, не те, которые писали, но делает провокационные заявления. Собственно говоря, видно, что это она, и она это говорит. И в данном случае Лея Хиджакова потребовала вернуть, пишут, ходящая под судом о Хиджакова, сообщила о тяжелой потере. Она требует вернуть антироссийские независимые СМИ. Вы знаете, когда началась операция, я помню, в первые дни, естественно, наверное, очень многие следили и в телеграм-каналах, и по каким-то СМИ. Я смотрел вот этот дождь, признанный иноагентом, внесенным Ньюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, который сейчас, так сказать, возмездие его нашло там в Латвии или в Литве где, и остальные СМИ, и я удивлялся, как допускается то, что они говорят. Выраженная антироссийская позиция. У меня волосы, я вообще не понимал оставшиеся волосы. Я не понимаю, как можно допускать это говорить. И вы знаете, пишут о том, что, вот что пишут СМИ. Не так страшит Лия Хиджакова грядущий суд за измену Родине, как потери, с которыми она столкнулась в России. Актриса теперь не знает, как дальше жить. Значит, Лия Меджидовна никак не может смириться с потерей своих однодумов. Два любимых СМИ Хиджакова в России закрылись, а третий сейчас активно выживает еще и из Европы. Я пессимист, говорит Хиджакова. Мне интуиция подсказывает, что еще долго будет такое подвешенное состояние. Отобрали у меня новую газету, отобрали у меня их Москвы. Только я настроилась, что у меня есть дождь, теперь его отнимают. Я, ну я просто уже не знаю. Друзья, все эти СМИ, они имели публикации с выраженной антироссийской позицией. Все СМИ с выраженной антироссийской позицией необходимо, с моей точки зрения, закрыть. Потому что, вы знаете, представить, когда мы говорим о свободе слова, еще о чем-то, то, что с дождем случилось в Европе, там у них демократию видели, как они проявили. Очень быстро демократия закончилась. То же самое касается Америки. Попробуйте открыть там СМИ и начать печатать что-нибудь против СМИ. Вон Илон Маск, американский гражданин, известный, создавший столько компаний, принесший столько денег им в экономику. Выкупил, значит, социальную сеть, вы знаете какую, и начал делать там какие-то свободные, свободы какие-то, права и свободы. На него тут же ополчились, сказали, что он, значит, изменник Родины. Вот вся демократия. Вы знаете, я когда-то тоже думал, что там лучше. Но там, откровенно, хуже. Потому что у нас длительное время эти все антироссийские СМИ работали. Работали совершенно спокойно. После начала операции это все видели наверняка. Поэтому совершенно логично, что в это время они не должны работать. Ну а то, что Ахиджакова мечтает, чтобы их открыли и чтобы они были, по-моему, ее позиция понятна. Мне вопрос, где все? Где все, кто должен, собственно говоря, ею заниматься? Друзья, что думаете на все счет? С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку закрепленную в комментариях, в описании к видео. Для поддержки канала, кому нравятся мои ролики. Можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Там новости в формате 24 на 7. Плюс мои ролики на остросоциальные и политические темы. Друзья, здесь на ютюбе есть канал. Он тоже называется Будда Гришна. Новости. Он резервный, запасной. Подпишитесь, чтобы мы с вами просто не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.